От героев был хвырён, не осталось порой идёт. Те, кто приняли светлый бой, стали просто зимой травой. Только грозный лёд блестив, поселилась в сердцах живых. Это вечный район, музычный родник, мы в груди прорвим. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, с москорых друзей узнают. Под тюрьмы до цепи пяти трудный путин пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднялся по коленям, те, кто враг берет. ПЕСНЯ 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 этот вечный огонь. Успех. Кто может тут очинить? Пожалуйста. Так, еще. Есть Александрский сад, где этот огонь горит в вечном. Ребята, а вот те ребята, которые служат в Кремле, они продолжим, несут корону. И они сменяют друг другу этого вечного огня, преклонив колени. Рано утром в сорок первом началась война. Чтобы выбить супостата, встала вся страна. Кто-то бился с него в боков. Кто-то хлеб растил и в далеком сорок пятом все же победил. И вот спустя десятки лет уделяю спросил, скажи, отец, откуда у вас нашлось так много сил. Ведь прав был техникой силен, число превосходил. Но был разбит он в пух и пряк, и голову сложил. Старик немного помолчал, слезинку обронил. Сказал все силы в том, что роде и любил. Ребят, дело в том, что вечный огонь, он есть не только в Москве. Вечный огонь, он зажигается в маленьких селах, в небольших городах. Есть памятник вечной славы и в нашей областной столице. На вершине холма, на гранитном пьедестале, фигура родины матери с ребенком на левом плече. Правой руки у ребенка позолочная века, олицетворяющая торжество жизни. У подножья мемориала фигура воинозащитника, плащ палатки с винтовкой в руке. Перед памятником расположена металлическая пятиконечная звезда, внутри которой находится вечный огонь. На плитах перед вечным огнем высечен текст. Слава их вечно, память о них священная. Пять гранитных лестничных машей, окружающих памятник в общем ансамбле, имеют форму пятиконечной звезды. Нише одного из гранитных ступенчатых машей хранится региональная книга с именами больных пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, имена которых были установлены на момент открытия мемориала. В 2000 году, в 55-летию Великой Отечественной войне, рядом с мемориалом был построен православный храм-часовня Михаила Архангела по проекту петинского архитектора Виктора Герасимова. Итак, ребята, как мы уже сейчас сказали, вы увидели, что в честь Великой войны, в честь событий, вернее, победы, наверное, над фашистской Германией, наш народ дал себе слово, что никогда такая война больше не повторится. Ну и естественно, ребят, мы ни в коем случае не должны забывать имена тех, кто погиб, кто участвовал, кто в боевых сражениях пронес славу нашей страны под названием СССР. Ну и, конечно, ребят, мы должны помнить о тех, кто являлись дружениками тыла. Именно благодаря женщинам, детям, подросткам, которые своим трудом внесли вклад в незначенную победу. И, я думаю, вы сейчас увидели не только важный памятник, посвященный Дню Победы и героям войны, города Пензе, но такой же памятник в истории находится и в городе Кузнецке. Этот памятник посвящен нашим великим людям, отдавшим жизнь за нашу счастливую жизнь. И, конечно же, ребят, мы говорим о прекрасном историческом объекте, который называется полн воинской славы. Полн славы расположился в немаром. Геологические изыскания показали, что возвышение в тьму есть искусственное насыпь. Почва и вся толща морев имеет естественное происхождение. Мы находимся на смотровой площадке, где представлен мемориальный комплекс полн воинской славы. Воинская слава. Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1975 года. Празднование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скульптор Галько и архитектор Линсбург создали памятник ландшафтовой архитектуры, объединяющий мемориальный ансамбль со скульптурной группой из трех войн из гранита на фоне Знамени Победы. На вершину холма идет фарадная лестница, где находится захоронение. Под ножиопамятника горит вечный огонь. Захоронена капсула с обращением к потомкам, которая должна быть вскрыта в 2045 году. А со стороны города вид на многочисленные террасы, на которых установлены плиты с перечисленными путинчанами, погибших в Великой Отечественной войне. Здесь около 4000 фамилий и список продолжают пополнять поисковиками, а люди все никак не навоюются и не навоюются. В западной части комплекса установлены композиции из бронзи, женщины, держащие на руках ребенка. Справа от серной лестницы находятся при колонне, соединенные пилонами с барельефами, присягой, победой, тыл. Позднее была увлековечена память кузнечанам, погибших в Афганистане. В 2005 году комплекс был присоединен памятник дружинкам тыла. Немало бед и разрушений принесла с собой война. В 1941-1945 годах много героев защитила Родину, но для Великой Победы немалый вклад внесли дружники тыла, которые всеми силами помогали тем, кто находился в боях за Родину. Именно дружинкам тыла в городском парке возгибших монумент. Скульптура является одной из составляющих музея мемориального комплекса. Спасибо, ребята. Присаживайтесь, пожалуйста. Ребята, это очень важная часть памяти, которую мы храним с вами. Но еще более важная это та работа, которую ведете вы. И вот я вижу, как Марат прижимает в груди своего родственника. Расскажи, пожалуйста. Они выходят на бед? На. Ряд ли я, пожалуйста. Помоги. Вот это очень близкая тема, очень трогательная тема. Посмотрите, ребята, это ваши предки, это ваши бабушки, может быть, прабабушки, дедушки, дяди. И, ребята, давайте послушаем, какой же вклад они мысли в великую победу. В ходе первой четверти мы нашли поисковой материал об участии в Великой Отечественной войне. В своей семье я нашла материал в своей прабабушке возле новой Дениси Сергеевны, которая служила в военном госпитале с санитаркой, награждена медалью за боевые заслуги. Мой прадед Григорь Андреевич Лимович участвовал в Сталинградской вирус, попал в верность. Я Никифору Людмилу, помню своего прадедушки, Митя Леонид Григорьевич, который дошел до Кенисберга. Он имел множество наград за боевые заслуги. Мой прадедник Леонид Григорьевич уроженец города Оренбюра, служил в пехоте, имеет награду за победу орден славы. Мой прадед, обучающий окончательный Владимир Владимирович, был динамерчиком, защищал Сталинград, награжденный медалью за оборудование, также взять в Германию. Мой прадедник Леонид Григорьевич, воевал железнодорожной григаде командира. Граждане медалью за освобождение Ленина, победа над Германией, победа над Германией. Дело в том, что вот здесь представлены и фотографии, и документы. Вот так получилось, что в нашей семье сохранились письма. Письма с фронта. Вы, ребята, когда будете уходить, вы посмотрите вот эти три письма, которые дошли до нас с вами. И вот эта очень грязная бумажечка. Оказывается, это боль, это ужас, когда младший брат получил похоронку о гибели своего старшего. Целых две недели он держал ее у груди. Он боялся отдать ее матери, потому что совсем недавно был похоронен их отец. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами! Голос давно минувшей войны КЛЯУЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСИЕВИЧ В первом из моей семьи ушел воевать отец КЛЯУЗОВ АЛЕКСИЙ АНДРЕЕВИЧ. Он писал письма с фронта, говорил, что все у него хорошо, но кипели кровопролитные бои за Ленинград и вскоре пришла похоронка из Подтихвина о его гибели. Еще не успели оплакать погибшего отца, уходит воевать старший брат КЛЯУЗОВ АЛЕКСИЕВИЧ. Пройдя курсы пулеметчика, он встал в строй и участвовал в боях за освобождение Украины. Он был очень молод, скучал о семье, писал письма. «Здравствуйте, дорогая мама, Шура и Юрочка. Шлю я вам привет и желаю всего хорошего в жизни. Теперь сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Письмо я ваше получил и был очень рад. Из письма узнал, что мама выезжает к Тони и не знаю, это письмо застанет ее или нет. Шура, ты не ленись писать, а то я получил от вас всего три письма, а вам послал штук десять. Не знаю, получили ли вы все или нет. Напишите, как вы провели день. Пока, до свидания и скорее пишите ответ». Он не успел получить ответа. Семья получила похоронку. Ваш сын Клеузов Виктор Алексеевич погиб в боях за освобождение советской земли от фашистских захватчиков. Пал смертью героя в бою за село Мишурин Рог Приднепровского района Днепропетровской области. Командир роты гвардии лейтенант Черналюк. Ему было всего восемнадцать лет. Шел март 1945 года. Я призван в ряды Красной Армии. В городе Ташкенте прошел курс радиотелеграфистов. 1 апреля 1945 года принял воинскую присягу. 9 мая закончилась Великая Отечественная война и курсы перебазировали в Брест для дальнейшего прохождения службы. Служба продолжалась в восемь лет. На фронтах Великой Отечественной войны погибло несколько поколений, и мы ждали, когда подрастут новые бойцы, продолжая нести службу по защите Отечества. Закончил службу в октябре 1952 года в главном штабе военно-воздушных сил в звании старшего сержанта. В запасе был приписан к воздушно-десантным войскам и много раз призывался на переподготовку. Прыгал с парашютом. В мирное время работал на метеостанции радистом. Окончил техникум радиоэлектронной промышленности и продолжил трудиться на заводе приборов и ферритов. За доблестный труд награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Мои сыновья продолжили боевые традиции семьи. Старший Виктор окончил Тамбовское летное училище, носит имя моего брата, погибшего на войне. Младший Николай получил военную профессию радиста, потому что есть такая профессия – Родину защищать. Виктор окончил Трудовое летное училище 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 Поднимался, как один, Те, кто брал верю. Нет в России семьи такой, С земней памятью был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий купятших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, Ни с пути свернуть. Сносите маншоты, всегда так пронизательно поешь. Ребят, отдавайте в память о вас тех войн, Которые погибли за нас с вами, Помолчим и встанем. Спасибо, ребята, всем. Мы будем помнить и будем достойными Тех, кто сложил голову в полях Великой Отечественной войны. Слава героям и вечным памятью. Спасибо, ребята.